Привет, друзья! Вы смотрите канал Анапчане. С вами Максим Грушко. Сегодня в Анапе 30 мая 2020 года. Приглашаю вас сегодня на прогулку по самому центру курорта Анапы. Пойдемте. Я подхожу к центральной площади Анапы. Это район пересечения улицы Крымской с улицы Краснодарской. Смотрите, какая классная клумба. Озеленители стараются. Это здание администрации, муниципального прозывания, город-курорт Анапа. Сейчас в Анапе первый час дня. Температура воздуха порядка плюс 18 градусов. Кстати, у кого сегодня в городах ваших теплее, чем в Анапе, напишите, пожалуйста, обязательно об этом в комментариях. Также сегодня в Анапе ветрено. Ветер ориентировочно южного, юго-западного направления порядка 10 метров в секунду. Но вот конкретно здесь этот ветер не ощущается. Но я полагаю, когда мы выйдем ближе к морю, ощущается, что этот ветер будет сильнее. Фонтан работает, но в таком пассивном режиме не фонтанирует, просто слегка вытекает вода. Ну, получается, что фонтанный комплекс готов к функционированию. Может быть, его сегодня из-за ветра не включают. Вот, кстати, ветерок подул. Прямо ощущаются такие дуновения. Ну что, лето наступит уже послезавтра. И, насколько мне известно по состоянию на сегодняшний день, ситуация с отдыхом в Анапе, с первыми официальными отдыхающими, будет такая, что 1 июня действительно некоторые санатории и пансионаты Анапы начнут свою работу. Но это будет не так, как в предыдущие года, потому что в этом информационном сообщении, которое я читал о начале работы этих санаториев, говорится то, что возможности доступа к морю, на пляж у отдыхающих, которые приедут 1 июня в Анапу, не будет. Обратите внимание, мы сейчас вышли на улицу Горького. Вот это лестничный спуск на центральную аллею центрального парка развлечений и аттракционов в Анапе. Заграждение убрали. Вот в этом месте заграждение убрали. Здесь с вечера 31 марта было установлено заграждение. На сегодняшний день его нет. однако вот чуть поодаль я там вижу какое-то другое заграждение. Сможем ли мы пройти? Аттракцион Автотрек Формула-1 можно наконец-то посмотреть на него вблизи. Как он обустроен. Насколько вы помните кто смотрел репортажи прошлогодние из этого парка аттракционов и кто отдыхал в Анапе в прошлом году сюда приходил здесь в этом районе было немного иначе. Как видите многие аттракционы которые были их сейчас убрали получается пространство стало выглядеть гораздо лаконичней но мне такой подход нравится. белая шляпа летом к ней очередь на фотографирование интересно в этом году будет ли модно фотографироваться с лета белой шляпы в защитных масках здесь обновляют плиточное покрытие ремонтируют и как видите дальше можно пройти ну что собственно другие люди делают в Анапе с 23 мая можно ходить по городу свободно без пропусков и пешком ходить и на транспорте передвигаться однако по всему Краснодарскому краю карантин пока что действует до 6 июня и он в том числе касается именно перемещений между городами Краснодарского края и приезду из других регионов Краснодарский край то есть что касается Краснодарского края по прежнему нужно предъявлять пропуска если проезжаете из города в город ну и если приезжаете из других регионов в Анапу то нужно либо выходить уходить на самоизоляцию на 14 дней либо если в Анапе нет родственников нет регистрации у вас или нет жилья в собственности то можно отправиться и в обсерватор на 14 дней также в Анапе действует масочный режим насколько я понимаю он в первую очередь касается обязательного ношения масок в таких местах как общественный транспорт магазины аптеки рынки ну вот по факту я могу сказать то что масочный режим вряд ли соблюдается достаточно строго потому что вот мы на днях ходили с Нотарией на восточный фермерский рынок там 80% людей было без масок еще 15% людей носили маски но не так как нужно всего 5% носили маски как положено на лице смотрите проход закрыт на пляж с этой стороны ну то есть получается первые отдыхающие в этом году а я уже знаю то что действительно 1 июня некоторые санатории будут заезжать люди да это не миф это реальность получается первые отдыхающие официально не смогут посещать пляжи для пляжного отдыха загорать купаться ну вы скажете да типа отдыхающие приедут все равно будут входить на пляж но хочу вам напомнить то что за каждым санаторием на пляже Ханапы закреплено определенное место лежаки оборудованные оборудованные участки пляжа и сами понимаете что если запрет официальный на пляжный отдых будет действовать как минимум до 6 июня то все вот эти благоустроенные места на пляже они просто-напросто не будут работать и люди-то конечно могут прийти наверное из санаториев да так же как вот сейчас мы видим людей которые приходят на пляж но привычного благоустройства отдыхающие 1 июня скорее всего на пляжах не получат сегодня штормик легкий вот здесь мы находимся в большой бухте и так как ветер юго-западного направления он дует оттуда и сейчас у него вот район центральной набережной на пути стоит и он гасит именно вот эти потоки ветра которые пытаются прорваться в сторону центрального пляжа поэтому здесь относительно мало ветра на пляже прогуляемся немного по центральному пляжу посмотрим полюбуемся штормиком прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещают что в Анапе дневная температура воздуха будет от плюс 18 до плюс 23 градусов а ночь температура воздуха будет опускаться до 15 и потом уже когда наступит июнь до 16 17 градусов так что первая неделя июня будет не жаркой и ближайшие 10 дней будут по прогнозу с переменной облачностью с прояснениями вот примерно наверное такая будет погода как сегодня вчера кстати в Анапе был отличный дождливый день редкий дождливый день этой весной я радуюсь каждому дождливому дню так как с каждым дождиком уменьшается вероятность засухи но вот увы на ближайшие 10 дней дождь не прогнозируется вот еще меня интересует неоднозначность того есть ли запрет выхода на пляжи как бы в карантинных мероприятиях прописано то что в Анапе до 6 июня запрещено посещать парки общественные парки черте города но это также как по всему Краснодарскому краю также запрещено посещать набережные и пляжи но если допустим любители пляжного отдыха они могут посещать пляжи а блогеры могут посещать пляжи а волонтеры которые занимаются уборкой мусора с пляжей Анапы не могут посещать пляжи такие вопросы неоднозначности послезавтра наступит лето но как вы видите смотрите пляжное оборудование ну что вот здесь должны стоять зонтики да какой-то намек на лежаки я вот вижу там чуть-чуть заборчик начали выставлять раздевалка появилась по-прежнему как-то пляжной инфраструктуры немного вот спасательный пост окрашивается вот человеку задают вопрос люди выходят говорят кто может посещать море кто может посещать пляжи то есть все люди не находятся в таком вопрошающе непонятном состоянии можно ли выходить на пляж или нельзя вот здесь должна быть пляжная инфраструктура но вот не все кстати санатории начнут работу именно с 1 июня на форуме Анапа Курорт.Инфо ссылка кстати на этот форум есть в описании к этому видео я читал подробный список название санатория пансионата там другой здравницы и когда эта здравница начнет свое функционирование вот кто-то как я уже сказал с 1 июня начнет работать до 1 июня официально запрещено заселение в любые курортные объекты там гостиницы гостевые дома санатории какие-то санатории начнут работать с 6 июня какие-то с 20 июня а какие-то вообще с 1 июля если вас интересует подробно какие когда начнут свою работу здравницы то вот зайдите на форум найдите эту информацию так ну-ка температура воды сегодня измеренная ручным методом вручную порядка 15 16 17 градусов пока что шторм не пригнал потоки холодной воды к берегу ну вот как мы говорили с Натальей в одном из предыдущих репортажей море к концу мая пока что прогрелось недостаточно из-за того что сам май был в принципе прохладным ну вот кстати еще на одном участке центрального пляжа устанавливаются элементы пляжной инфраструктуры сложно сказать какому объекту эти ряды с лежаками будут относиться я по памяти не помню но наверное все-таки делается для какого-то санатория и вот чем дальше мы удаляемся от начала центрального пляжа от центральной набережной тем ощутимее становится ветер потому что вот эта защита большой бухты Анапы большой Анапской бухты по которой мы собственно идем она ослабевает если выйти на пляжи уже в начале Пионерского проспекта то там ветра будет еще значительно больше и вот смотрите широкие волны оставляют свой след на территории пляжа выплескают воду это получается шторм был сильнее ну кстати может быть он и будет сильнее хотя к завтрашнему дню по прогнозу уже южный ветер ослабеет с 10 метров в секунду до примерно 5-7 метров в секунду вот у нас выход на центральный пляж со стороны улицы Грибинской вот здесь обычно располагается инфраструктура пляжа санатория Анапа посмотрите пока что никакого благоустройства нет ну и сегодня по большому счету день не пляжный потому что достаточно ветрено даже те люди которые планировали сегодня свой пляжный отдых из-за такого ветра особенно когда еще и песок метет день сегодня не назвать пляжным даже для тех кого устраивает температура воздуха сегодняшняя температура морской воды за прошедшие несколько лет Анапа уже привыкла к достаточно широкому курортному сезону широкий это значит то что люди уже массово начинали заезжать где-то с середины мая в июне уже было достаточно много людей июль и август это так называемый высокий сезон пик курортного сезона ну еще и в сентябре было много людей а также даже октябрь считался вполне себе курортным месяцем за прошедшие несколько лет было настроено огромное количество гостиниц гостевых домов вплоть до того что тем гостиницам которые находились не в самых курортных районах Анапы уже стало не хватать элементарно отдыхающих вот обратите внимание выставлены в ряд кабинки для переодевания тут заборчики еще между ними что все это может означать интересно такое впечатление что хотят просто элементарно перекрыть пляж поперек мне так кажется но с какой целью непонятно ну и в принципе большие здравницы большие отели гостиницы рассчитывают на высокий курортный сезон то есть если они откроются даже с 1 июля работают июль август и частично сентябрь они что-нибудь дозаработают конечно не для всех курортный сезон будет успешным вот например те люди которые брали себе отпуск с расчетом приехать в июне в частности в первой половине июня они уже в Анапу в этом году не приедут так как на многих предприятиях во многих организациях отпуска раздаются строго начиная еще с прошлого года и возможности какой-нибудь поменять время отпуска уже нету таких людей но вот лично мое мнение да скорее всего и краевые власти рассчитывают именно на высокий сезон а высокий курортный сезон июль август это самые высокие цены так что конечно посмотрим время покажет как говорится что будет на самом деле но мне кажется в этом году в таком особенном году как этот люди которые делают свой бизнес именно на курортной сфере Анапы они рассчитывают на высокий курортный сезон именно на два месяца июль и август ну а теперь друзья предлагаю полюбоваться штормящим морем посозерцать это морское великолепие послушать звук прибоя июль Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, друзья, мы с вами и посмотрели, какая погода сегодня в Анапе Прогулялись по самому центру курорта Вышли, прогулялись по пляжу, полюбовались великолепием штормящего моря Ставьте лайки этому видео Пишите ваши комментарии Делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками и друзьями Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался Будем гулять по Анапе вместе Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах Желаю вам придерживаться здорового образа жизни С вами был Максим Грушко До новых встреч в солнечной Анапе Пока Продолжение следует...